Привет, друзья! С вами опять Ежов, который гундосит себе немножечко в нос. Какой-то лютый насморк схватил. Когда разговариваю, в ушах слышу свой голос. Купили сейчас вот такое лекарство, вроде неплохое. Надеюсь, вылечит наш насморк. У тебя тоже самое, да, по сути? У меня давненько такого не было. А вообще мы приехали в миллион мелочей. У меня дома очень плохая вода, мне не нравится вкус, запах. Ходил консультироваться по поводу фильтров, магнитных этих фильтров, проточных, да, по-моему, так называется. Система обратного осмоса. Вдохновился. Сейчас буду звонить брату и уточнять, какую фирму мне нужно взять, с чего начать. Ну и в ближайшее время хочется все это починить, полечить, потому что покупать постоянно воду в бутылках. Честно, уже подзаебало. Прошло минут сорок с момента, когда я побрызгал эти капельки, но стало будто бы полегче. А мы с Катюней приехали на мойку самообслуживания. Господи, как это мило. Мы машину здесь моем, а тут велосипед детский. Милота. Иди покажу что. Иди сюда. Велосипед. А, прикольно. Классно. Чем не транспорт? Да. Доброе утро, друзья. Продолжаю с вами делиться новостями по поводу насморка. Вот прошли сутки, нифига не отступает. Я продолжаю пользоваться капельками. Это жутко бесит, но что делать. Сегодня воскресенье. Я сейчас поеду заниматься машиной. Кто не смотрел предыдущие влоги, мы маме купили Gillian Grand автомат шестиступенчатый, 122 лошадиных силы. Машина отличная, только есть один косяк. При переключении между первой и второй передачей машина дергается. Поэтому сейчас поеду в автогермес и буду заниматься этой проблемой. Вообще, когда я разговаривал с мастером, он сказал, что очень часто с завода переливают масло в коробки. Из-за этого появляются тычки. Так вот, они сейчас это все проверят. И если есть прошивка для коробки, то, соответственно, обновят ее. Давайте я вам покажу сегодняшнюю погоду. Она отличная. Вот такая красота. Я буквально 5 минут назад вылез из душа. Катюшки уже нет. Она смылась гулять с подружкой. Но я буду заниматься тачкой. Вот тут еще маме подготовил вот такую 12-вольтовую зарядочку от компании Bazeus. Она очень маленькая. Немножко не хватает ее, потому что есть два USB разъема. Хочется чуть-чуть побольше. Например, Катюшкин телефон. Мой телефон, когда мы на ней катаемся. И экшн-камеру зарядить. У меня на ней сейчас одна батарейка. Это 13-я GoPro. Сами батарейки поменялись по сравнению с 12-й версией. Поэтому мне периодически приходится ее заряжать. На дворе 15-е сентября. Машина рисует температуру на улице плюс 26 градусов. Честно, не припомню, чтобы в середине сентября было настолько жарко. Я сейчас не ною, скорее удивляюсь. Включил кондей. Немножко, конечно, переживаю, потому что холодный воздух и мой простывший нос – это вещи несовместимые. Но, опять же, сидеть, обтекать я тоже не хочу. Ну и пока охлаждается машина, хотел с вами обсудить пару штук. Во-первых, вы очень часто пишите. Почему-то я не посмотрел в сторону DJI Osmo Pocket 3. Не помню, в какой последовательности идут слова. Да, камера отличная. Я смотрел обзоры. У нее там и звук, и ночью она неплохо снимает. Но есть один большой минус для меня. Она очень хрупкая. Ее придется постоянно носить в чехле. Это вытащил, положил, вытащил, положил. Это все неудобно. Я человек не очень аккуратный. У меня периодически падают камеры. Я не заморачиваюсь по этому поводу. Поэтому не мой вариант. Ну и вторую вещь, которую хочется обсудить – это часы. И помните, да, купил в Таиланде G-Shock'и. Очень нравятся. Но очень сильно скучаю по про-трекам, которые я купил в Куала-Лумпуре в аэропорту. И потерял их во Владикавказе. Хочется подкупить. Потому что часы для меня знаковые. Блин, они мне так сильно нравились. И в тот момент, когда я узнал, что у меня их нет, я прям расстроился. Недавно лазил по сайту Casio. Увидел их. Думаю, блин, надо купить. Они, конечно, дорогие. Стоят почти как Apple Watch. Но, знаете, вот есть какие-то вещи, которые вам очень нравятся. И когда вы их теряете, нам хочется восполнить эту утрату, потерю. Вот, поэтому через несколько дней я решу брать, не брать. Ну, просто сумма такая достаточно значительная. Все, вроде в тачке стало холодно. Буду выдвигаться. Время 13.56. Мне там надо быть к трем. А я, честно говоря, даже не знаю, сколько мне ехать. Но я прямо успеваю тык-притык. 14.50. Это время прибытия. А мне там надо быть к трем. Ладно, ничего. Я постараюсь ускориться. Ну и давайте заодно еще раз покажу нашу погодку. Вообще радует меня, конечно, когда солнышко на улице. Блин, настроение меняется. Кофеек на месте. Сигаретки на месте. Все, ребят. Еду. И далее с вами буду делиться новостями. А еще я хотел добавить некоторую особенность этой машины. То, что у нее очень небольшой расход бензина. Я прокатал целый бак. 720 километров. И средний у меня получился 6,7. Я считаю, что это отличный результат. Многие, конечно, возразят. Чувак, тут всего 122 лошади. И обычный шестиступенчатый автомат. Но владельцы китайских автомобилей прекрасно знают, что эти ребята любят ставить в машины прожорливые моторы. И в некоторых случаях. Как-нибудь 1,6 турбины 150-180 лошадиных сил. Может жрать в районе 10-11 литров на сутку. Но это примерно то же самое, что у моей Вольво. Хотя там 2 литра и 249 лошадиных сил в обычном режиме. Ну, я об этом говорю, потому что у меня есть еще полистар. И там становится чуть-чуть больше лошадиных сил. Вот. Поэтому маме будет совсем кайфово, учитывая, сколько сейчас стоит бензин. Я сдал машинку. Теперь надо подождать 2-3 часа. Надеюсь, результат будет положительнее. Ну, как и говорил, я в Джиле, в Автогермесе на 44-м километре. Тут представлено огромное количество китайских брендов, которые я никогда не видел и не слышал. Ну, одна машинка мне там понравилась. Бестю. Какой-то автобус. Чуть попозже я поднимусь и покажу вам его. Про вот эту машину я вам рассказывал. Павд Бестюн М9. Довольно-таки симпатичный автобусик. Сейчас я залезу внутрь. Она открыта. По цене 4 800. Светлый салон. Довольно вкусный здесь пахнет. Потому что это проблема китайских автомобилей. Сзади тут огромная панорама. Просторно. Отдельные сидения. Экран, опять же, 12,3 дюйма. Ох, как комфортно здесь сзади, ребята. Тут получается сколько? 2, 4, 7 мест. Хотя вот это я считаю не место. Некомфортно здесь сзади троём. Седухи здесь довольно-таки комфортные. Сзади для пассажиров есть и избишки, и тайп-си, и обычный старенький разъём. Ну, что ещё? Панорамку я вам показывал. Климат-контроль. Что ещё добавить? По музыке сказать ничего не могу. Потому что тачка выключена. Ну и сам кукпит. Вот такой. Удачное сочетание цветов. Коричневая и такая молочная кожа. Не знаю, это беспроводная зарядка или нет. Но никаких символов тут не нарисовано. Огромный просто ящик. Просто гигантский. Кажется, туда двухлитровые бутылки влезут. Ну и тут тоже. Ну вот, такая машинка. 4 миллиона 800 тысяч рублей. Забираю рюкзак. Не, ну такой уровень сервиса нам точно не нужен. У меня безбожно горит жопа. Вы бы знали как. Я провёл в автогермесе 4,5 часа. В итоге, по прошествии этого времени, ко мне приходит мастер-приёмщик и говорит. У вас коробки не долив масла. Полтора литра нужно. Но у нас его сейчас нет наличия. Я начинаю злиться и говорить. А почему вы так долго меня мурыжили? Почему раньше об этом не сказали? Я бы куда-то съездил. В интернет-магазинах посмотрел. На худой конец оформил Яндекс.Доставку. В итоге молчание. Вот представляете, я потратил целый выходной день. И в итоге не получил никакого результата. Не знаю, как это комментировать. Но когда мне позвонят и спросят, понравилось ли вам у нас, я, конечно, скажу. Нет, сервис говно. Так делать не нужно. За 4,5 часа можно дату и сделать. Ну, вот, блин. Вот как? Конечно, мне мастер предложил оставить машину до завтра. Послезавтра, возможно, масло бы появилось. Но я отказался. Потому что сейчас бы на такси я потратил 3,5 тысячи рублей. Не очень далеко от этого сервиса до дома. Ну, в итоге у меня есть надежда. Я сразу сделал запись в два центра. Здесь, естественно, я ничего не получил. И на следующей неделе сгоняю в другой. Надеюсь, что там мне помогут. Потому что машина для мамы. И вот эти тычки я не хочу, чтобы она испытывала. Хозяюшка! Мусор выбрасывает? Забирай. Ну, давай два возьмем. Не страшно. Ну, они не помнят. Много тебе еще времени нужно? Глух я не слышала. Наступил следующий день. Насморк так и не отступает, зараза. Мы продолжаем с ним бороться. А тебе так? То же самое. То же самое. И горло, и насморк, да? По поводу тачки рассказываю. Мы сейчас поедем в онлайн-трейд. Я заказал там 12 литров масла для автоматической коробки передач. Компания ZIG. Обошлось мне это в 10 тысяч рублей. И завтра я поеду на сервис, который называется Маслов. И сделаю полностью замену масла, которое есть в коробке. Это будет еще примерно 5-7 тысяч рублей. Короче, залетел я вчера в чат, где владельцы Джиллиан Грандов тусуются там в районе 180 человек. И они говорят, что по гарантии хер вы что сделаете. А вот этот долив масла, который предлагают дилеры, он не является гарантийным случаем. И литр масла у них стоит 7 тысяч рублей. Это пацаны и из Беларуси пишут, и из Москвы. Вот, поэтому я решил нахер связываться с ними. Сделаю сам за свои деньги. Залью качественное. И чтобы мама потом с удовольствием каталась. Вот, такой план Капкан. Кто-то скажет по поводу гарантии. Я вообще в нее не верю в 2024 году. Чтобы хоть что-то поменять, тебе надо обосраться. Мне, по-моему, я ключи не взял. Не взял. Блин. Ну что, на твоей тогда поехали. Ты за рулем, Илья? Ты? Да. Ну ладно, я хотел. Просто я же вчера вообще не катался целый день в пространстве. Этого, блин, дилера. Сану забрал масло. Вот так выглядит. 4 литра каждой бочки. Всего 12. Каждый баллон 3200. Ну, в десятку. Надо будет единственным перебросить его в ту тачку, чтобы я не забыл случайно здесь. Вот. Я надеюсь, это поможет. Читал отзывы. У чувака Toyota старенькая. Как раз на Аисиной шестурке. Он заменил. У него были тычки между второй и третьей передачей. Говорит, помогло. Ну, вообще, хороший отзыв. Ну, и стоит оно... Такой средний ценовый сегмент. Так смотришь на меня? Что? Хотела объяснить подписчикам. То, что ты не свинота, это ты не обкапался, а духи так. А, я пшикнул на себя, и остался след. Ну, как-то неаккуратно, видимо. Капелюшки впитал. Угу. Ну, так изнутри. Взял вот так изнутри и прям сюда пшикнул. Конечно, след останется. Случайно. Торопился. Ну, оно же отстирается? Не знаю. Ну, надеюсь. Я ни разу с таким не сталкивалась. Прям ни разу? Ни разу. Я как бы пшикаюсь прям издалека. Запишешь челлендж по этому поводу. Я делаю вот так, с ними. Я вот так вот пшикаю. А не как-то их просил. Ну, так вышло. Я просто издалека вот так. Ну, ты молодец, а я нет. А как это называется? Спорт. Спорт? Понятно. И сколько ты так будешь? Не знаю, пока не устану. Самолета летит. Где? Не знаю, я ее слышу, но пока не вижу. Не факт, что попадет в объектив. Вон он, вон он, вон он. А, не, ну да. Маленький кусочек. Не свались. Не смогла. А еще быстрее. У тебя что, кардин? Ну-ка на. Так как шурупчик, смотри. Ну-ка. Ой. Тоже слетел. Ну, я просто очень торопился. Да. Все, пробежал. А ты, лошара, быстрее надо. Ну, тоже молодец. Держи. О, поезд. МЦДшка. Короче, мы тормознули на обочине и решили немножко тут по лесу походить. Красиво. Главное выйти до темноты. Потому что немного времени осталось. Да, нормально. Слушай, ну туда мы не подойдем. Как бы забор, видишь. Да. Блин, такой уклон. И потом надо ноги проверить, чтобы клещей не нахватать каких-нибудь. Правда? Угу. Ты как будто знаешь, куда мы идем. Нет. Тут еще самолеты над головой летают. Есть два пути. Туда и туда. О, самолет летит. Ну, это маленький. Ой, и поезд одновременно едет. Главное не свалиться. Ой. Земля скользкая. Меня назад. А ты меня засыпал. Извини. Тут просто... Надо, чтобы не упади. Блин, а я могу. Не надо. Склон крутой. Ой. Ой. И что мы здесь видим? Ну, костер жгли. О, видите. Хотя на камеру он не такой крутой, как в жизни. Очень симпатично. Смотри, как свет пробивается. Может, тебе фотку забубенить? Я тут телефон не брала. Прикол. Ты же всегда с ним. Он в машине остался. Он же красивый. Да вообще. Вот. Просто решили насладиться природой. Немножко. Чё, куда дальше пойдём? Ах ты, засранка. Только силе не кидая, они больно вырежают. Ах. Ты чё по голове попала? А ты куда мне в койки бьёшь? Давай как ты мне. Всё, отбил. Поймаешь? Давай. Нет, это не красиво. Давай. Только кидай в руку. Нет. Больно. Всё, ладно, пойдём. Там ещё МЦД-шка едет. О, смотри, ягоды. Тыгоды. Ну ладно, пойдём попик. А ты чё свою, это, МЦД-шку не провожаешь любимым звуком? Не хочу. Вон ещё самолёт. Правда, я не уверен, что на экшн-камере его видно. Пойдём поверху. Безинчик. Ничего страшного. Ты вообще эту шишку давала. Говорила, если потеряешь, то ну всё. Да, она у меня так и стоит на полке. Обещаю? Обещаю. А чё тебе страшно? А, то, что он под напряжением? Не шибанёт. Не ебанёт? Не должно. Давай, показывай. Осмотр. Допущено к нашему? Да я не из-за этого, чтобы никаких ключей не было. Блин, я какой-то листик тут намотал на ногу. Да не, вроде всё окей. Ещё желательно вот так. Ну я так не могу сделать. В смысле, голову не запусти, пошу рудить просто. Да, да. Да не, вроде всё нормально. А там пунктины всякие получили. Ну да, есть такое. Завёз Катюшку на колонку, где нет оператора. Вот. Что же делать? Что же делать? Сначала. А через этот или через тот? Нет, через этот. Через этот? Да. Начать. Колонку выбери. Какой номер? Вот. Выбирай один. 95-й. Обычный. Вот это. А, это ЭКТА. Нет, вот это Евро 95-й. Да. Ну это надолго. Я не буду снимать весь процесс. Надеюсь, что у тебя всё получится. Поднеси QR-код. Применился? Да. Да. У тебя 110 баллов. Можешь их потратить. Вот так вот, да? Копия. Банковской картой. Выбирай 40 литров. Вот. Оплатить. Да не слышно. Такой свет красивый. Мы с Катюшкой сейчас поедем в русский ресторан. Есть борщ и гренки. Там вкусно так. Что-то у меня очки забрала. Что ждала? Там, что грязненький. Что-то там пальчики на Петро. А попить что будем? Да морщик, наверное, какой-нибудь. Это же русский ресторан. Угу. Не пугайтесь. Ой, это не боятся. Вот и пьет. Да. Вот и пьет. К-к-к-к-к. Ну, какие малыши красивые. Сейчас я еще посмотрю. Тут еще такая подача обалденная. Сало. Такое вкусное сало. Да. Тоненько нарезанное. Ну, я, кажется, в следующий раз попробую что-нибудь новенькое, но сейчас я будто бы прямо на борщ и греюлю. Ну, ты уже два месяца просто хотела. Угу. Поэтому давай четко по своим желаниям. Да? Тут много всего вкусного, но я буду больше. Отлично. Пирожная картошка здесь есть. Я его очень люблю. Можно сжать с собой. Ну, может быть. Ну, обычно в таких заведениях оно вкуснее, чем покупное. Сначные гретки тоже возьмем. 260 рублей. Ну, тут и цены хорошие. Тут есть свежевыжатые соки, между прочим. Если вдруг. Лимонад на Тахае в ассортименте. Все. Сейчас закажем и будем наслаждаться. В компании друг к другу и еду. Нам принесли еду. Это, конечно, Оскара этой подачи. Обалденно. Я снова показываю. Сало, лучок. Этот хлебушек такой мягенький. Вообще, я так нравится. Да, он очень вкусненький. Чесночок. Сметанка. Ну, просто загляденье. Ленки с соусом. Я уже не удержался, я вкусил. И махета клубничная. Все. Приятного аппетита. И тебе. О, как это вкусно. С каким удовольствием мы сейчас покушали. И вот по такому десертику взяли. Картошка. Подача, конечно, обалденная. Как будто в каком-то крутом ресторане. Да, прям? У меня мама выражает эту картошку. Ой, я тоже люблю. Такой я не видел. Я даже не видел. Я привыкшу эту? Она какашка выглядит как какашка. Да, как какашка белой бумажки. А тут слишком красиво. Ну все, поехали домой.